Во имя Отца и Сына и Святаго Духа и жизни и трудов святого апостола Павла, поистине невозможно представить широту, значение и огромную важность услуг, которые оказаны были христианству святым апостолом Павлом. Этот высшей степени самотверженный деятель не без основания указан на то, что потрудился более других апостолов. 1 Коринфянам 15.10. И то же великое дело его, что он от Иерусалима до Иллирии, от Иллирии до Рима и даже до Испании проповедовал Евангелие, которое вдохнуло новую жизнь, подрехлевший и растленный мир. И однако все это, быть может, наименее прочно из благ, которыми воспользовалось человечество от его жизни и трудов. В его посланиях именно, как ни случайно было происхождение некоторых из них, мы находим самые ранние проявления той литературы христианской, которым мир обязан своими богатейшими сокровищами поэзии и красноречия, нравоучительной мудрости и духовного утешения. Его, именно уму, воспламенному любовью и озаренному Духом Святым, мы были первым, мы обязаны первым систематическим изложением во взаимной связи и причиненном сочетании великих истин той тайны бытия, которая, будучи сокрыта от вечности, открылась в Евангелии Иисуса Христа, что Он есть Судья живых и мертвых в посланиях Солунянам, что Он невидимый глава и правитель церкви в посланиях Коринфянам, что Он виновник всякой духовной свободы от рабства обряду и искупитель мира от иго, греха и смерти в послании к римлянам и галатам, что Он спаситель, воскрешающий из мертвых жизнь всякой жизни, источник всякой радости и мира в послании к филиппийцам, что Он есть полнота божественного совершенства, что Он есть единый владыка, единый посредник, единый спаситель, глава тела, которой есть церковь и источник ее жизни во всяком члене посланник Ефесянам, колоссянам и евреям. Его именно безбоязненной решимости, его ясному взгляду, его нравственной возвышенности мы обязаны освобождением христианской религии от невыносимого иго, подзаконности, отделением живого тела христианства от трупа, отмененного левицства, галатам 4.9, римлянам 8.3, евреям 7.18. Он был избранным орудием Бога для всеобщего распространения христианства. Как апостол народов, он был по преимуществу апостолом духовной свободы, культуры, ума. Но кроме этого, он был еще тем апостолом, который яснее всех показал для религиозной совести значение веры и во все времена бесчисленных христианах возбуждал чувство их собственной беспомощности, убедительно и неотразимо указывая вместе тем на величие и всеобщность того искупления, которое совершил Спаситель Христос. И поэтому, когда вера Христова наиболее помрачалась в сердцах людей, когда ее чистейшее пламя подвергалось опасности погашения под мертвым или пеплом чувственности или от леденящих всякий скептицизм, религиозная жизнь большую частью оживала вновь под влиянием его именно посланий. В его именно учении душа всякого христианина может находить путь к высшей степени святой христианской свободы в единении со Христом. В послании святого апостола Павла говорит святой Григорий Богослов «Нас духовно питают. Это неисчерпаемая сокровищница истин веры и христианской жизни. Святой Павел дает наставление всем рабам и господам, начальникам и подчиненным, мужьям и женам, родителям и детям, супружеству и безбрачию, мудрости и невежеству». Послание его, по слову святого Иоанна Златоуста, содержит в себе благо Царствия Небесного. Жизнь и благочестивые, благовестнические труды святого апостола Павла можно сказать, неотделимы от его посланий. Он сам жил, трудился так, как учил в посланиях. Он сам жил по учению своих посланий. Он сам для назидания других, он часто ссылается в своих посланиях на свой пример жизни. Часто пишет христианам, «Подражайте мне, как я подражаю Христу». 1 Коринфянам 4.16, Филиппийцам 3.17. Живой же образ жизни христианской боли привлекает к следованию ему, чем одно голое учение. С другой стороны, и самое содержание его посланий, поставленное в тесную связь с его собственной жизнью и с обстоятельствами написания их, уясняется и запоминается гораздо лучше, нагляднее, чем оторванное от них. Вот почему мы и решили послание святого апостола Павла изложить и протолковать здесь в связи с самой жизнью апостола. В деяниях апостольских изложены три благовестнические путешествия апостола Павла для проповедания Евангелия о Христе в Малой Азии, Македонии, Греции и Рима. А из Рима он совершил, можно предполагать, и четвертое путешествие с той же целью. Во время этих путешествий он в течение 20 лет возвещал Христа распятого простодушным язычником Ликании, ветреным фанатиком Галатии, мечтательным мистиком Фригии, мужественным колонистом Македонии, поверхностным дилетантом Афин, чувственным и самодовольным промышленником Коринфа, полуваровским жителем Далматии, пользующимся худой славой, островитянам Крита, рабам, воинам и необъятной массе населения Рима. Везде основывал и организовывал церкви и поставлял блюстителей епископов, пресвитеров и вообще клир. Сам же, как апостол, руководил их то устным словом и примером своей жизни, то посланиями, в которых изложил учение Христова о вере, спасении и нравственной жизни и решал их недоуменные вопросы. Мученическая кончина святого апостола Павла. Рим, 68-й год от Рождества Христова июнь месяц. Получил ли святой Павел свой старый филон и книги, а особенно дорогие ему пергаментные кожаные свитки книги? Прибыл ли к нему и сам Тимофей? Никто не может ответить на это. Где-нибудь опять собрался суд судей святого Павла в присутствии тесной толпы любопытных или враждебных ему иудеев и язычников. Дело его было разобрано еще раз по случаю второй защиты или второго изложения обвинения против него и на этот раз большинство заседателей опустили их в голословную урну табличку осуждения и представительствующий судья произнес приговор на обезглавление. Так как ученик узник хотя и обвинялся в приверженности к опасному и незаконному суеверию в кавычках был все-таки римский гражданин. был ли он и при этом в допросе один как и при первом слышали ли язычники от него опять об Иисусе и воскресении тщетно задаются такие вопросы в одном только можно было бы совершенно быть уверенными что великий апостол выслушал произнесенный над ним приговор не без чувства радости под конвоем сотника и солдат которым приказано было наблюдать за свершением казни он оставил рим через те ворота которые теперь называются его именем печальное шествие продолжалось почти шесть верст может быть за ним издали скромно чтобы не вдавать себя следовали его приверженцы может быть несколько бедных христиан рабов возможно что его провожали со злорадством как господа иисуса злобствующие на него иудеи в верстах пяти от Рима неподалеку от астийской дороги находится зеленая ровная долина с низкими холмами кругом неизвестная под названием три фонтана там приказано было остановиться осужденный стал на колени преклонил голову сверкнул меч и жизнь величайшего из апостолов погасла близ того места где он потерпел мучения робкие исследователи вероятно похоронили его без безызвестной могиле в каком нибудь месте о котором помнили двое трое знавших и любивших его учеников это было как полагает фарар историк в 68 году в последний год правления безумного герона аминь и аминь и Продолжение следует...